Всем привет! Вы на канале Есть-Поесть. Если вам хочется по-настоящему летней выпечки, этот рецепт для вас. Нежная хрустящая творожная корзиночка, наполненная вкусными свежими сочными ягодами. Берите абсолютно любые ягоды или даже фрукты, не прогадайте. Подойдут как свежие, так и замороженные. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. К холодному сливочному маслу добавляю сахар, немного соли и ванильный сахар и муку. Я это делаю сразу в чаши измельчителя. Превращаю в крошку, она получается такой мелкой, как песочек. Отдельно отложу 100 граммов этой самой крошки, я взвешиваю на весах. И ее пока нужно убрать в холодильник. К оставшейся части добавляю разрыхлитель и пачку творога. Любой жирности. Еще раз проработаю измельчителем и полученное тесто выложу на стол подпыленной мукой. Вымешиваю недолго до однородности. Делю опять же при помощи весов тесто на 12 частей. Для удобства скатываю каждый кусочек в шарик и укладываю в специальную форму для маффинов. Немного расплющу каждый шарик руками. Далее при помощи стакана подходящего размера делаю углубление. При этом каждый раз обильно обмакивая дно стакана в муку. Это нужно для того, чтобы и стакан не прилип к тесту и на дне каждой формочки осталось понемножку муки, которая потом впитает лишний сок от ягод. Следите за тем, чтобы тесто не вылазило за края формы, а было с ней наравне. Для начинки я взяла черную смородину и немного малины. Добавляю сахар, ванильный сахар и крахмал. Хорошенько все размешиваю до тех пор, пока крахмал не перестанет быть сухим. При этом действую аккуратно, чтобы не раздавить ягоды. Распределяю начинку по корзиночкам. Друзья, смотрите на моем канале Есть-Поесть и другие рецепты не менее интересной и вкусной летней выпечки, а также летних десертов. Далее распределю оставленную крошку сверху ягод. Затем отправляю форму в духовку, разогретую до 180-190 градусов, минут на 30. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовым кексам даю немного остыть. И пока они еще теплые, при помощи тоненькой лопатки извлекаю их из формы. И затем уже даю остыть полностью. Посмотрите, кексики получаются нежными внутри и хрустящими и рассыпчатыми снаружи. С большим количеством сочной ароматной начинки, которая, кстати, не растекается. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.